В какой-то момент я проснулась, подумала, решила, что я больше так жить не хочу, что меня сдолбало огромное количество косметики, что меня сдолбало слишком много вещей, поэтому надо избавиться от всего. Иногда я думаю, что это самый настоящий талант усирать все пространство, в котором ты находишься за какие-то лютые мгновения. Вы просто посмотрите на все это. Пожалуйста, ребят, что здесь происходит? Посмотрите на мое окно. Почему здесь плед? Знаете почему? Потому что слишком яркое солнце, я еще не успела сказать о шторе. Здесь просто все усрано, здесь уже свалка, я еще толком не успела переехать, у меня уже полная жесть, я не понимаю как. На самом деле существует теория, которую мне очень хочется проверить. Типа, если у тебя очень много мусора все время копится, а я не понимаю реально, почему у меня все время такой срач, я буквально не достаю вещи и не раскидываю их по всей комнате, он просто каким-то образом получается. В общем, эта теория говорит о том, что значит у тебя слишком много вещей, поэтому сегодня я хочу сделать, мать его, расхламление. У меня появилось желание выбросить всю мою косметику. Ох, здесь все выбрасываем, все, вот это все в мусор идет. Короче, я выкинула где-то, ну я не знаю, сколько килограмм косметики, но ее много. Помоечка, помоечка, помоечка. Да, даже страшно представить, сколько денег улетело в эту мусорку. Это уже стало как традиция каждую весну снимать видео, где я делаю разбор моего косметического столика. Только в этот раз у нас будет с вами максимальное расхламление. Не останется ничего. Я считаю, что нужно оставлять только самое необходимое. Это приколдается вообще всей ситуацией в том, что вот у меня на кухне очень мало вещей, ну то есть только самые необходимые вещи, и все вот так вот разложено, и все в идеальном состоянии. Хотя в кухне я пользуюсь. А вот косметикой, например, я пользуюсь реже, потому что я крайне редко крашусь здесь, и все равно, когда я сюда приезжаю, я с вами уезжаю. Все, еще не въехала до конца. Как говорится, красиво жить не запретишь, мусорно жить можно себе запретить. Кстати, я не просто показываю вам чай, там типа золотые стразы, но, блин, по-моему, на камере их не видно. Вы думаете, я вам вру на тему золотых страз? Марияж. Чай. Видите, вот там вот золотые звездочки, они, когда ты их завариваешь, тают, и из-за этого получаются золотые стразы. Ну, я не знаю, зачем я об этом вам вообще рассказала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, по-моему, очевидно, что из этого склада должен быть только один путь, путь в помойку. Ну, вот что это? Вот зачем это мне? Я не знаю. Прежде чем будем делать максимальное расхламление, мои сладкие малыши, и делать свою комнату такой, чтобы больше не было вот такого вот ПЗДЦА, мы уберем вот это все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверное, это мусор, который я не выбрасывала и уже забыла, что хотела выбросить. Ладно, я из-за выкину. Если я это хотела выбросить, значит, это была какая-то причина. Но почему я хотела выбросить? Блеск. Может быть, я им пользовалась, когда у меня был Гербсон в губах? Не оставляем ни чипрон. Я думаю, надо начать со стола. Блин, у меня есть фигурка из Геройки с Идой. Я не люблю Иду. Типа, мне он пофиг. Но я это храню уже, понимаете, год. Вот кому мне отдать Иду? Возьмите, пожалуйста, Иду кто-нибудь, ну, заберите его. Он же нормальный, просто мне он не особо нравится. Это было в одной полке. Вот в этой. Компьютер? Я не понимаю, откуда у меня семечки. Я не ем семечки никогда вообще в жизни. Считаю, что прежде чем двигаться дальше, нужно рассертировать вещи. Как минимум по разным группам. Я уж молчу по необходимости. Здесь у нас будет всякая праздничная, ну, типа подарки, вот это вот все. Здесь будет то, что я не понимаю, что происходит. Здесь будет, очевидно, ненужное. Очевидно, ненужный полет в мусор. Ладно, буду избавляться абсолютно от всего ненужного. А в этой куче у меня будет рядом с мусором лежать вещи, которые нужно перенести в другие комнаты. И мне кажется, маркером еще 15 лет. По-моему, еще и моя мама имя в универе пользовалась. Представляете, сколько человек ненужно всякой фигни хранит? Вот это вот все, что осталось. Разносим мы это по разным комнатам, кладем на место. А потом, спустя много часов уборки, я поехала в магазин и снова накупила вещей в дом. Кто молодец? Ты молодец, Аяэл? О, ха. Короче, я только что сгоняла в магазин. Знаете, что я купила? Я купила 4 вещи. Знаете, на сколько я их купила? На 9 тысяч. Нет, на 9 тысяч 696 рублей. Знаете, что я купила? 4 свечки. Что ж, давайте посмотрим на свечки за почти 10 тысяч. Раз вонючка для дома, два вонючка для дома, три вонючка для дома и четыре вонючка для дома. Я решила, что раз это пространство усрано, то пусть хотя бы вкусно пахнет. Господи, свечи за десятку, серьезно? Вот такие вот палки сношалки. Ладно, не сношалки, боже, они по-другому выглядят. Палочки и жижа. Стильно, пафосно, дорого, богато. Буквально дорого. Так, свечка номер один гигантская. И свечища номер два. Курнуть. Курнуть. Ха-ха, лол, свеча называется курнуть. На самом деле здесь предстоит сделать полное расхламление вот этого всего дерьма. Так, еще один пакет пошел на выход. Блин, свечи выглядят как мой комфорт-персонаж, что так секси вообще не могу. Просто, ну посмотрите на это, как красиво. Эх. Сейчас в моей ванной все выглядит так. На самом деле это наименее всратая зона вообще во всем жилище. Это я еще не успела обосрать. Ха-ха, не смешная шутка, учитывая, что здесь туалет, лайк ей. Тухие шутки. Здесь нам нужно будет сейчас все прибрать, потому что не будет всего, но нужно разобрать, ребята. Сейчас придется все отсортировать. Хазы как? Ах, как же мне лень. Вы себе не представляете, насколько сильно я ненавижу убираться. Но все придется убираться. Кстати, я только что заметила, что это убирается напрямую в туалет. Так вот должно быть, да? Или как? Ну шо, давайте расслабляться, мои сладкие малыши. Не понимаю, как я уже умудрилась угонтошить здесь все внутри. Здесь вообще ничего не было. Ну, как говорится, сосать это талант. Понимаете, все в том, что я даже долгом еще не переехала. Я просто здесь периодически бываю. Я уже умудрилась все это вот так вот засрать. Я просто не понимаю, как. Тут буквально реально нужно все выбрасывать, потому что теперь я хочу жить по технике минимализма. То есть я вообще не хочу, чтобы мне что-то было в жилище, потому что иначе все превращается вот в это. Ну, в то, что я сижу в итоге в туалете на ютубе. Сосать это талант. Я нашла у себя вот такую коробку, она мне нафиг не нужна. Но пусть будет хотя бы здесь, потому что иначе слишком все хаотично. Ладно, раз уж теперь у нас все здесь сортировано, предлагаю начать с тканевых масок. Какая-то часть уже лежит здесь, какая-то часть лежит там. Нужно все их собрать. Сюда же я сложу то, чем я уже пользуюсь. И всякие вещи, которые мне нужны. Интересно для укладки волос, всякая защита, маски и открытые пенки. То есть здесь все то, что я прям вот реально использую. Это все, как вы понимаете, я не использую. Ой, я забыла про плойку. Плойка это важно. Еще вот эту штуку и вот эту. И вот эту. Нет, это не какая-нибудь клизма, как вы могли подумать. Это специальная штука, чтобы делать правильное соотношение всяких шампуней. Типа когда сиреневые. Чтобы волосы были не серые и чтобы были не желтые. Оптимальная, важная вещь. По какой-то причине у меня в уходовой косметике завалялась целая куча декоративки. Я думаю, надо просто отсортировать, нафига отсюда убрать. Уже она здесь лежит мешает. Сюда я сложу всякие вещи, которые у меня не распакованы. Поэтому пока здесь хаотично лежат, а там все это раздам. И вот прям, когда тут ко мне приходить домой. Ну все, теперь хотя бы сюда не стыдно заходить. Здесь теперь все очень чисто. И мне кажется, хорошо получилось. Пока что это выглядит удобным. И пока что это выглядит не обосренным. Поэтому ставлю лайк. Что ж, мои сладкие малыши. Сейчас мы с вами приступаем к самой жесткой части. Это к этим сталан. Честно скажу, я бы от них хотела вообще избавиться. Так избавилась недавно от многих токсичных людей в моем окружении. Сейчас я вам расскажу, вы просто обалдетесь. Кстати, мне будет интересно послушать ваш мнение. Вот. А пока я буду все это разбирать. И бы здесь работы предстоит. Ля, пузыть, сколько. Потому что вещей здесь много. Будем все это проще выкладывать. Ой, чувствую, эта история будет надолго. Во-первых, давайте посмотрим. Здесь у нас клей, блин, для кастома. Который, очевидно, здесь не нужен. Потом надо украшения как-то понять, что есть, что вообще. Чокеры. Какие-то такие вещи. Серьги, которые, как вы видите, я даже не носила. Я их купила в господи. Упаковка одних этих серег стоила мне 1200 рублей. Я купила две, чтобы, типа, когда у меня еще окрашивание сплит было, а это было очень давно, красно-белые, куда руки, чтобы, типа, такие серьги носить. С одной стороны красные, с другой, блин, белые. Но нет, я их даже не распаковала. Вообще, на самом деле, это, конечно, очень неприкольно. Но сейчас я постараюсь ситуацией расшировать. Здесь у нас буквально даже какие-то очень дорогие браслеты и какой-то откровенный фланг. Я даже не знаю, что это. Считаю, что все, что я не знаю, я буду выбрасывать. Где мой пакет на ней тронетий? Абсолютно все, что я не понимаю, я буду выбрасывать. И всякие упаковочные пакеты я буду выбрасывать. Прошло много миллионов часов. Мда. Ох, здесь все выбрасываем. Все, вот это все в мусор идет. Возможно, вам это покажется безумным расточительством, но мне это все просто так присылают, поэтому... Зачастую я даже не знаю, что у меня есть какая-то доставка. Курьеры просто приезжают и говорят, и я такой, это тебе. Я такая, Ланс, спасибо. Просто беспощадная помойка. Вообще, даже не буду вникать, что там. Ладно, ладно, я погорячилась. Все, что не распечатано, я оставлю. Сейчас вот прям в другой пакет заберу. Я первую, как я встречусь с моими друзей, тому отдам этот пакет. О, я нашла косметичку. Косметичку все новое отсюда выложим. Все, то, что уже открыто было, в помойку. Ребят, вот такой пакет мусора уходит в помойку. Знаете, почему я решила так беспощадно быть в этот раз, и даже не рассматриваю это все, чтобы выкидывать? Потому что у меня очень много вещей, конкретно косметики, которая мне уже не нужна. И даже если я выкину что-то ценное, что-то очень дорогое, типа даже тысяч за семь, я об этом уже не вспомню, просто потому что, ну, это реально здесь лежит и тухнет. Поэтому сегодня я решила прям вот все раздать, все выкидывать, оставить только все самое нужное, и то, что мне может в теории понадобиться. А я, в принципе, понимаю, что в теории мне понадобится, поэтому вот, это помойка. Встаем, расчищаем. На самом деле у меня очень большая гардеробная, и я, в принципе, не вижу больше никакого смысла хранить теперь очки там, где хранила косметику. А все эти кейсы нахрен вообще выкину в помойку. Они мне нужны. Блин, что это? А, да, это еще с периода, когда я была каламурно-пафосной кицей. У меня там были всякие очки от Мил-Милу за храньками сколько денег, и подарки мне дали соответствующие. Где эти очки? Это они? Я даже не помню, как выглядели очки супер-мега-дорогие от Мил-Мил. Вот тут у меня есть абсолютно потрясающее место для очков. Я потом куплю себе какой-нибудь отдельный кейс и вложу это все менее хаотично. Но в целом я считаю, что там, где сумки стоят, очки ими наиболее логично. А это, кстати, все то еще платье, которое очень развратное, которое свидетельствует с покупками с Алиэкспресс. А еще надо решить вопрос, как хранить парики, потому что у меня сейчас парики буквально валяются везде. Я отдала целый пакет париков на укладку, потому что я больше так не могу. А осталось еще два пакета с париками. Сейчас пока буду отсортировать то, что у меня здесь лежит, расскажу вам ту историю, о которой я говорила ранее. Короче, мне очень интересно ваше мнение, что вы думаете на этот счет. Я не знаю, кому это нужен подарок, но пусть пойдет кому-то, потому что мне это я бы не надо. Антихорни, все дела. Короче, в моей жизни был человек, которого я считала типа человеком, который может стать моим другом. То есть мы еще не были друзьями, но все причины, чтобы быть друзьями, у нас были. И все было классно. В основном переписывались по инсцентрибе этого человека, не столько по моей, но потому что я, в принципе, крайне редко пишу кому-то первое, кто не является моим прям очень супер другом. А потом в какой-то момент я узнаю, что этот человек достаточно много сплетничает про другую нашу общую знакомую, и мне это не нравится. Я как человек, который, в принципе, не любит какие-либо сплетни, это помог, это дерьмо. Потому что я на это очень сильно триггерюсь, и я считаю, что если сплетничать человек о каком-то другом персонаже и продолжать с ним общаться, значит, он на тебя сплетничает, о чем я сказала, типа, напрямую. Вот. Приколдесс вот в чем. Человек, который даже доверил мне какие-то свои секреты, то есть вещи, которые знаю только я. Кстати, если вдруг с ним что-то видела, то можно не переживать. Я храню все секреты всех людей, даже тех, с кем я в какой-то причине перестала общаться, поэтому можно быть спокойным. В тот момент у этого чела день рождения, и меня тогда не приглашают. То есть приглашать всю нашу компанию, всех общих знакомых, а меня просто даже не приглашают. И меня это так сильно задело, потому что, представляете, общаясь с человеком, не по вашей даже инициативе, тебе постоянно пишут, что какая-то классная, что вообще супер, ты просто мега краша, это вообще просто невероятная, а потом доверять тебе какие-то там, не знаю, свои секреты, тайны, и т.п. и т.д., а потом тебя даже не приглашают на ДР. Я как человек достаточно прямолинейный, мне такое не понравилось, поэтому я прям в день рождения этому человеку написала, типа, всего хорошего, как бы все классно, но общаться с тобой я больше не хочу. Вот, предположим, у вас есть человек, который может стать вашим другом, и вы классно общаетесь, вообще просто ноль каких-то вопросов, потом вас просто не приглашают на ДР, хотя ваших всех общих знакомых приглашают, и там буквально целая толпа людей, а не так, знаете, что праздник только для лучших друзей, и ты такая просто, а что происходит? Еще у меня, короче, есть очень дурацкая такая черта характер, я не ссорюсь с людьми, то есть если человек облажался, как в данном случае, он теряет для меня абсолютно всякий интерес, я просто в целом не хочу больше общаться, вот вообще не хочу, поэтому я прекращаю общение, поэтому если кто-то со мной когда-то умудрился каким-то образом поссориться, это просто сразу бан, я даже не буду вникать, я не буду спрашивать, почему так вышло, просто все, человек как будто, знаете, теряет для меня абсолютно всю свою ценность, и я на него забиваю. А как бы вы поступили в этой ситуации? Что бы вы сделали? Я спрашиваю не чтобы спросить, а потому что на самом деле, ну, в данной ситуации чувствую себя непонятно, ибо у меня крайне редко такое бывает, обычно не всегда складываются отличные отношения с разными абсолютно людьми, но эта ситуация странная. И да, я не хочу ее уже решать, я уже все свои выводы сделаю, потому что для меня это абсолютно было неприемлемо, но, типа, мне интересно, как бы вы отреагировали вот на моем месте. Уверена, кто-то будет съесть. Просто, ребят, не допускайте в своей жизни вот такого, почему здесь лак. Расхламляемся. Тут, мать его, протекли блестки. Они мало того, что протекли, они сейчас, они зацементировались. Иногда я думаю, где все мои деньги, а потом оказывается, что они, ну, буквально везде. Я считаю, что Чупачоп с кадром на три года, в принципе, можно выбросить. Типа, что мне с ним делать? Я не хочу выбросить деньги, это же вообще идиотизм. Но я хоронить денег не хочу. Кому-нибудь нужно 10 тысяч ванн. Тебе 10 тысяч ванн зачем? Сделала там на шпагат с утра, я думаю, что дверь может мои деньги забирать. Алло, боже, какая-то женщина ко мне подкатывала в ресторане. Она буквально оставила мне визитку и написала, что умею садиться на шпагат. А вот вы не верите? Надо было быть подписанным на мой инстаграм, потому что я туда это выкладывала. Че, у меня твой шпагат? Не-не-не, вот в кошелек не надо подглядывать. Блин, насколько от 1 до 10 я хочу снимать, это видео продолжать, я уже задолбалась. Духи бить ес. Эксклюзивно. Они слишком элитные, чтобы быть там. Будут здесь. Красота. BTS Eau de Parfum. Чем-нибудь позвони мне. В какой вселенной этот человек мог столько всего нахламить? Понимаете, когда я покупала вот эти вот, например, ободки, я не иронично думала, так вот, я осознала какой-нибудь классный креативный образ, я выложила его в инстаграм, я это сделаю, я была в этом уверена по факту. Этому единорожьему рогу, я, мать его, не знаю, сколько лет, он уже раздолбанный. Ну пошел ты нахуй по моему-то дела, задолбалась от этого дерьма. Что это за уши? Сколько раз в этих ушах я что-либо делала? Вот это зачем мне? Это было в Диснейленде. Некоторые вещи ты покупаешь, и тебе кайфово только в момент покупки. Типа, классно быть в ушах минималов в Диснейленде, но они не нужны в этой жизни в принципе. Поэтому забери. Костяная корона на Хэллен однажды сходила. Кстати, вот эта штука, она от геля для душа. Да, был какой-то пафосный, дорогой гель для душа. Дерьмо? Дерьмо. Да. Тот, кто засирает пространство, заслуживает отдельного места в заду. Слава богу, что вот эта зона, она наименим образом пострадала. Здесь просто мои стразы. Считал, что здесь дофига всего было, здесь достаточно просто навести небольшой порядок, и все будет класс. Потом просто положу вот так поаккуратнее, и все, здесь мои запаски, мои всякие штуки, мой клей для того, чтобы брови делать. Короче, здесь всякая такая вот хреновня находится, ну и татуировка на шею. Вот, я хотела сделать такую татуировку, но потом я забила и не сделала ее. Вот здесь, конечно, уже менее приятно, потому что здесь линзы, и они все перемешались. Ну что ж, ну ничего не остается, кроме как вытащить это все. Здесь уже, короче, приколдес. Пойдемте, короче, в ванну. Слишком много корочек. Еще линзы короче надо взять. Ну, короче, такое, да. Короче. Приколдес в том, что здесь слишком много лаков, а я решила, что я хочу хранить маникюрные штуки-други отдельно. Поэтому всю маникюрную штуку кидаем сюда. Здесь будет место для маникюрности. Маникюрное, так сказать, акушерство. И не спрашивайте, что я только что сказала, я не знаю. Вы понимаете, здесь просто лежат ногти. Одно время у меня был кинг на то, чтобы клеить себе накладные ногти, и я их клеила, но потом кинг прошел, поэтому надо нахрен избавиться от этих цивильных накладных ногтей. Просто кошмар. Представляете, я реально хранила ногти. Они буквально бау, но я думала, типа, а что их выбрасывать, и все можно еще раз использовать? Ого, что-то жарность. Что ж, с линзами покончено. А, ну, здесь просто рандомный хлам. Это, конечно, я создавала с огромной любовью и нежностью, но это я выкину, потому что у меня есть более хорошая версия. Короче, тема такая, что здесь-то у меня оказались свободные ящики, а я уже забыла всем, что они свободные, поэтому предлагаю, наверное, все отсюда вытащить и все туда переставить, а этот стол, ну, я не знаю, что делать. Но то, что здесь уже стоит в нормальном состоянии, мы трогать не будем. Это, кстати, раздел, где у меня есть всевозможные пудры, но все, что от них осталось после бесконечной раздачи. Тоже кому-нибудь подарю. Почему бы и не подарить, если ты можешь подарить. И это я подарю. Да нет, тоже говорю. Блин, ладно, я все отсюда подарю, кроме туши. Туши я себе оставлю. Туши лишней не бывает. Все, остальное пойдет в дар. О, подводку тоже оставлю. У нас получилось четыре мусорных пакета. Просто четыре мусорных пакета. Два пакета для друзей. А, даже пять мусорных пакетов. Я про этот мусорный пакет забыла. Про этот мусорный пакет забыла. Вот это все идет на свалку. Что ж, не копите всякое дерьмо у себя дома, а я пойду занесу эту тупомойку. Пока.